Мы говорим, давайте начнем соблюдать сначала эту Конституцию и ее защищать, защищать права людей. А потом, если нам этого будет недостаточно, вносить какие-то изменения. В настоящее время, друзья, кто-то считает здесь и здесь находящихся, что Конституция соблюдается? Нет! Нет! Нет статей! Вторая статья Конституции, 18-я статья Конституции. Человек, его права являются высшей ценностью. Задача государства обеспечить соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан. И все законы должны для этого применяться, именно в этих целях. А мы что видим? В нашей стране строй направлен на физическое уничтожение населения. Строй человека убивательный. Нам говорят, что у нас в России нет диктатуры. Что мы живем в демократической стране. Так давайте скажем, как налогоплательщики. Ответьте на простой человеческий вопрос. Да или нет? Вы счастливы? Нет! Ответьте на вопрос. Да или нет? Вы доверяете правительству? Нет! А теперь, чтобы услышала вся Россия. Да или нет? Нет! Вы доверяете правительству? Нет! А теперь, чтобы услышала Москва. Да или нет? Нет! Вы доверяете правительству? Нет! Новосибирь сказал свое слово. Пусть скажут свои мнения другие города нашей великой России. Нужно срочно перекрывать границы и прочистить Россию от засора вороской перхоти. Да, да, да. Каздокрадовской шелухи, пролетария города Новосибирска. Поднимайтесь! Пролетарии земли российской! Объединяйтесь! Россию ждут великие перемены! Ура! Сегодня мы здесь собрались с вами, чтобы сказать «нет» поправкам в Конституции, чтобы сказать «нет» Государственному Совету, чтобы сказать «нет» самовластью Путина. Власть ждет от народа одобрения, чтобы вы сказали «да», а мы им скажем «нет». И мы должны отправить Путина в аут и эту бандитскую, воровскую партию отправить в аут. Вы посмотрите, какая стала наша страна нищая. Повышают налоги, повышают пенсионный возраст, сельское хозяйство в упадке, все предприятия закрыты. Мы не хотим такой власти. Нет! Единственное, что от нас не зависит, это то, что рождаясь, мы обязательно умрем. Но пока мы живем, мы важны жить людьми, важны защищать свои права. Давайте вспомним известные слова. Лишь кто достоин счастья и свободы, кто каждый день за ней готов идти на бой. Вы готовы защищать свои права? Да! Друзья, и понятно, что Путин делает эти изменения в Конституцию, уносит только для того, чтобы оставить себе власть. Я считаю, что Владимир Путин через своих друзей очень много денег изъял из бюджета в свой карман. Как вы считаете, так? Да! Ворюга, Путин вор! Мошенник, матиозник! Руки прочь от Конституции! Руки прочь от Конституции! Нельзя поддерживать предложения Путина по следующим причинам. Во-первых, нельзя доверять предложениям человека, под руководством которого страна фактически разрушена и превращена в колонию Запада. Уничтожили десятки тысяч крупных и средних промышленных предприятий, десятки тысяч крупных и средних агрохозяйств. Значительно сократилось количество школ, детских садов, медицинских учреждений. Умерли десятки тысяч деревень. Население страны сокращается. Экономические, демографические и другие потери страны уже намного превосходят потери Великой Отечественной войны. И вот этому человеку, под руководством которого осуществляется разгром страны, ставленнику прозападных олигархических сил предлагается в очередной раз поверить. Путин делает попытку осуществить конституционный переворот, чтобы увековечить власть олигархии. Владимир Путин, когда вступал в должность президента, вы помните, да? Он положил руку на конституцию. А когда вступил в должность, он положил на конституцию что-то другое. Долой поправки в конституцию! Долой! Мы собираемся полететь, а до сих пор не хватает детских садов, школ, больниц, поликлиник. Даже эти проблемы правительство не может решить. Надо в конституцию внести. Государство обязано граждан Российской Федерации и обеспечить дошкольными учреждениями, школами, поликлиниками и больницами, а не какими-то непонятными национальными проектами за наш счет налогоплательщиков. Сегодня мы видим, как власть хочет переписать наш основной закон под предлогом решения социальных вопросов, которые можно решить законодательными актами, не меняя конституции. На протяжении уже более 20 лет мы только слышим с экранов телевизора минимальный размер оплаты труда, минимальная пенсия, минимальные льготы. Вопрос, почему у нас, у обычного народа, все минимальное? Почему мы, в самой богатой стране мира, должны ориентироваться на минимум, да еще и прописывать это в конституции? Президент неоднократно сравнивал себя с рабом на галерах. Говорил, что работает, не покладая рук на благо своего народа. Сегодня мы видим результат его работы. Миллионы нищих и безработных граждан, тысячи закрытых школ и больниц, тысячи закрытых заводов и предприятий, полная зависимость от китайского импорта. Может, пора уже дать отдохнуть нашему президенту? Может, пора уже дать ему уйти в отставку? Зачем нам тогда такие депутаты, которые на местном уровне не поднимают вопросы, не говорят там для Москвы о том, что эти законы, они против интересов своих избирателей. И если вы их будете принимать, то я выведу своих избирателей на митинги. Это разумные же вещи? Так должны поступать депутаты городского совета, местных, сельсоветов и так далее. Правильно? Если они хотят быть нашими представителями. Еще раз, друзья, напоминаю, 29 и 7 марта у нас следующие митинги. 7 марта в 14.00 на Римском сквере. Я хотел бы отметить в этот прекрасный солнечный день такое количество людей. Первый раз собралось в этом году. И это еще мало. Я уверен, что диванные войска все-таки начнут свои позиции сдавать. Начнут просыпаться люди. И нас будет уже не 500, не 700, а тысячи, которые будут говорить, Мы не хотим так жить. Мы не хотим работать только на то, чтобы платить налоги. Мы не хотим, чтобы с копейкой ходить, выпрашивая милостыню, для того, чтобы приобрести кусок хлеба или стакан молока. Так не должно быть. Богатейшая страна. Возможности огромные. Но обещание чиновников о том, что они изменят жизнь к лучшему, не сбывается. Все должны уже убедиться о том, что Единая Россия для народа ничего не делает. Можно аналогию говорить с образованием, с здравоохранением, с повышением НДС, с повышением пенсионного возраста. И, разумеется, в таких условиях давать возможность Единой России менять Конституцию нельзя. Митинг организовывает фонд «Мы против коррупции». Мы смогли объединиться. Мы смогли доказать, что мы можем договариваться. И у нас одна беда – отечество в опасности. Мы должны проснуться и соседям об этом рассказать. Мы должны голосовать со знанием дела. Каждый находится в лодке, где есть два весла. Одно весло под названием «Думай», а другое весло «Делай». И если вы будете бездумно делать, будете крутиться на одном месте. Если будете думать и веслом вторым не работать, вы будете стоять на одном и том же месте. Хоть хотелось бы в этих условиях напомнить стихи Осадова. Во всех делах, при максимуме сложностей, подход к проблеме все-таки один. Желание – это множество возможностей, а не желание – множество причин. Мы должны сказать всем жителям Новосибирска и Новосибирской области, у нас есть желание сменить власть. Мирным путем, без всяких экстремистских закидонов. У нас есть возможность и есть такое движение, как «За новый социализм», который готово брать ответственность на себя во главе с нашим лидером Николаем Николаевичем Платошкиным. Товарищи, наше дело правое. Победа будет за нами. Мы можем посмотреть на друзей Путина, на их богатство и посмотреть на себя, на своих родственников. Как вы считаете, есть в России справедливость? Нет! Где сейчас Конституция? Почему по ней топчутся просто власти? Почему ее не соблюдают? Почему в самой богатой стране мира только друзья Путина самые богатые в мире? Добрый день, друзья. Я немножко уже все подзамерзли. Я хочу напомнить, завтра 23 февраля. Я поздравляю всех с наступающим днем защитника Отечества. Вот здесь женщины стоят, которые не служили в армии, но они настоящие защитники Отечества. Они вышли на этот митинг защитить страну. Вспомните 75 лет Великой Победы в этом году. Наши предки, сибиряки, отстояли Москву, отстояли Россию. И мы будем вежны своим предкам. Их кровь не набыла напрасно. Мы повиняем эту власть, и Россия будет свободной и счастливой. А всех каждократов мы отправим на освоение охранного севера. С праздником, друзья, с наступающим всем здоровья и успеха. Объединяемся. Победа будет за нами.